Привет всем! Вы смотрите Russian with Dasha, канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Я сегодня решила поиграть с фоном, поставила камеру на кухне. Надеюсь, вам будет интересно. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом изучения английского языка и расскажу о том, что я делала, чтобы лучше говорить. Может быть, эти советы будут вам полезны. Туристы, которые приезжают в Россию, часто испытывают трудности с коммуникацией, если не говорят по-русски, потому что россияне стесняются говорить с ними по-английски. Почему это так? Я рада, что всё больше и больше россиян изучают иностранные языки. Но когда я училась в школе 20 лет назад, нас, к сожалению, не учили общаться на английском. В основном мы читали, переводили, выполняли задания, отлично проходили тесты, писали сочинения, но диалогов как таковых мы не составляли. Мы не говорили на английском свободно. В основном мы отвечали на вопросы преподавателя, делали задания по тексту и так далее. Да, мы учили слова, да, мы много понимали, но говорить, свободно выражаться по-английски мы, мы как, то есть мой класс, мои одноклассники, мы не научились. И поэтому, когда мне исполнилось 15 лет, я попросила родителей отдать меня в какую-нибудь языковую школу, чтобы я ходила туда после уроков заниматься английским языком. Да, забыла сказать, что в моей школе английский язык был один раз в неделю, всего 40 минут, и мы учились по учебнику на русском языке, то есть там был русский и английский, всегда был перевод. Но когда я начала ходить в языковую школу, я посещала уроки два раза в неделю. Нам сказали приобрести учебники издательства Oxford или Cambridge. Я помню, было несколько учебников, и они были полностью на английском. Мне очень нравились красочные иллюстрации и довольно понятная структура. Первые годы, мне кажется, я училась старательнее, потому что не было каких-то отвлекающих факторов. Но когда я окончила девятый класс и поступила в лицей, в технический лицей, в котором нагрузка была довольно большая, мне было труднее уделять время английскому. И дома я практически не занималась, выполняла домашнее задание за 15 минут до урока, и достигнув уровня Upper Intermediate, я, ну, так скажем, перестала учить новые слова. Да, я запоминала их, но ненадолго. Даже сейчас, когда я говорю по-английски, мой вокабуляр, мой лексический запас не так широк, как мне бы хотелось. Да, я всё понимаю, но часто я не использую лексику высоких уровней. И вот мой первый совет, обязательно учите новые слова и обязательно используйте их в речи, как только вы о них узнали. Потому что мы часто видим новое слово, переводим его, думаем, ага, я всё понимаю. Но потом мы забываем включать это слово в свою речь, и поэтому продолжаем говорить на уровне B1. Хотя нам хочется говорить на уровне B2 или C1. Вот, как я учила слова, кстати. Давайте поделюсь этим. Обычно писала слово на русском, с другой стороны на английском, и ещё бывало писала какую-то фразу или предложение с новым словом. И иногда я также развешивала стикеры по дому. Если мне нужно было подготовиться к тесту и выучить список слов, я также всегда старалась учить слова в контексте. Даже иногда пыталась заучивать целые абзацы, целые тексты. И когда знала, что будет тест на тему, например, динозавров или глобального потепления, или преступности, я понимала, что мне легче выучить целую фразу, чем запомнить отдельное слово. Так я понимала, как это слово ведёт себя в предложении, и понимала, с какими фразами его использовать. Когда я перешла в технический лицей, у меня появились новые друзья, много новых интересов. И можно сказать, что на учёбу в языковой школе я немножко подзабила это разговорное слово, то есть стала меньше уделять внимания учёбе. Но что мне нравилось, именно в этот период в нашей языковой школе были дебаты. Дебаты — это занятия, во время которых вы учитесь аргументированно отстаивать свою точку зрения. Нам давали разные темы, озвучивали тезисы. Например, один из тезисов, который я помню, это «Fast food restaurants should be banned» или «should be closed». И таким образом, услышав этот тезис, мы с моей группой готовились к игре с другими школами. То есть мы придумывали аргументы за, аргументы против, придумывали потенциальные контраргументы. И потом в определённый день нас отвозили в какую-то школу, где мы играли с другой командой. Задач было несколько. Во-первых, понять, что говорит другая команда, и придумать свои аргументы, используя нужную лексику. И, кстати, именно тот опыт подтолкнул меня к созданию своих дебатов на русском языке. Если вы со мной давно, вы знаете, что я уже проводила такие уроки, и мы с учениками учились доказывать, аргументировать свою точку зрения. Если вам интересно, следите за анонсами. Я в Телеграме обязательно буду писать, когда начну набирать новую группу на дебаты на русском. Я окончила языковую школу, когда была на первом курсе университета. Помню, мы даже сдавали какие-то тесты, но это был не IELTS и не TOEFL, а какой-то другой тест на определение уровня. И я, кажется, даже достаточно успешно его сдала. Во время учёбы в университете мои друзья рассказали о программе Work and Travel и предложили поехать вместе с ними после третьего курса в США. Я загорелась. Я всегда мечтала побывать в США, и до этого за границей я была только в Казахстане у своей бабушки. Мы подготовили документы, получили джоп-офер. Кстати, это был не настоящий джоп-офер, фейковый. Мы потом искали работу на месте, и, окончив третий курс университета, полетели в Нью-Йорк. Конечно, это был культурный шок. Было очень интересно. Когда мы прилетели, я и двое моих друзей вот с такими огромными глазами ходили по Нью-Йорку, пытались понять, куда нам идти, чтобы сесть на автобус в сторону Кейп-кода. Было очень круто. Я уже рассказывала об этом ранее, об этом опыте в подкасте Russian Twist. Добравшись до Кейп-кода, мы начали искать работу. И тут я поняла, как плохо я говорю по-английски. Когда мне задавали какой-то вопрос, я мысленно переводила его на русский, потом думала, что я хочу ответить, и переводила свои мысли с русского на английский. Так что каждый ответ занимал несколько секунд. И было очень тяжело. Первое время было... Первый месяц было очень тяжело адаптироваться, потому что люди говорили совсем не так, как мой учитель. На уроках английского они использовали разговорные фразы, разговорные конструкции. Например, я никогда не слышала фразу How is it going от моего преподавателя? Или What are you up to? Я думала, что ты хочешь от меня? И когда, например, англичане спрашивали Are you all right? Я думала, что с моим лицом что-то не так? Почему ты спрашиваешь, всё ли у меня в порядке? Да, мои уроки английского дали мне очень много, но недостаточно для того, чтобы чувствовать себя свободно и без стеснения выражаться на английском. Я устроилась на работу хаус-кипером и кассиром и потихоньку начала выходить на нужный уровень. Конечно, я очень тупила, делала очень много ошибок, медленно говорила, я долго думала, но со временем моя речь становилась увереннее. Всё равно было трудно выражать свои мысли, особенно там, где была незнакомая лексика, но вот это полное погружение дало мне огромный толчок. Мы провели в США четыре месяца. Я нашла новых друзей, с которыми потом переписывалась, пока жила в России. И после четвёртого курса снова вернулась на работу в то же самое место, и там была три месяца. Я почувствовала себя увереннее. Я пока жила в России, после первой поездки в США, начала слушать песни на английском, смотреть фильмы. Я старалась смотреть фильмы с английскими субтитрами, не с русскими. И если в начале нашего путешествия по США новости звучали, как какая-то билиберда, непонятно, что вообще говорили дикторы, то к концу лета мы уже начали улавливать слова, понимать, о чём речь. И я осознала, что нужно намного больше слушать, смотреть и читать по-английски. И я стала, во-первых, учить тексты песен на английском. Мне нравилась песня Эминема «Love the way you lie». Я её знаю наизусть. Также знаю несколько других песен. Потом я стала смотреть сериалы на английском. Очень много писала сообщений своим друзьям, писала письма. И каждый раз, когда я испытывала трудности, просила друзей помочь мне сформулировать фразу или перевести слово, которое они написали, объяснить, как использовать то или иное выражение. Когда я начала понимать шутки, я испытала огромное удовлетворение, потому что достигла того желанного уровня языка, когда я могла коммуницировать с людьми и, самое главное, шутить на английском. Какую формулу я для себя вывела? Во-первых, обязательно нужно с кем-то переписываться, писать сообщения, слушать и записывать голосовые сообщения и также общаться в скайпе. Это очень-очень важно. Если нет возможности жить в той стране, в которой говорят на изучаемом языке, нужно искать друзей, которые будут с вами на этом языке общаться. И мне повезло, я завела очень много англоязычных друзей с разными акцентами. Я общалась с людьми и из США, и из Англии, и из Австралии, из Индии, из Таиланда. У всех были совершенно разные акценты. Когда стал популярен YouTube, я начала смотреть очень много контента на английском. В 2012 году я поехала в Таиланд, и помню, что именно тогда я открыла для себя сайт Курсэра. И смотрела курсы, помню первый курс, который я выбрала, назывался Critical Thinking in Global Challenges. То есть я выбирала то, что мне интересно, и смотрела контент на английском языке. Если вам нравится кулинария, смотрите кулинарные шоу на русском, если вы изучаете русский язык. Если вам нравятся блоги или влоги, найдите популярных русскоязычных влогеров и следите за их жизнью в Инстаграме, запрещенной в России социальной сети, или на Ютубе. После возвращения из Таиланда я, к сожалению, заболела и попала в больницу, в которой я провела больше 9 месяцев, и потом 3 месяца находилась в санатории. Я прослушала всего Гарри Поттера на английском языке, смотрела сериал BBC «Гордость и предубеждение» «Pride and Prejudice», большой сериал, в котором очень много сложной лексики. Так как я не фанат приложений, я стараюсь меньше времени проводить в телефоне, не могу вам ничего посоветовать, но я знаю, что есть миллиард разных приложений для тех, кто изучает иностранные языки, и, конечно, если вам они нравятся, обязательно их используйте. В 2015 году мне в голову пришла идея о поступлении в магистратуру в Европе, и я решила сдать тест TOEFL. Готовилась две недели перед тестом. Это очень мало, на самом деле, я подошла к этому вопросу крайне безответственно. Я прорешивала типовые тесты, учила лексику, которая мне встречалась, так как это был Academic English. Там было очень много слов из разных статей, разных научных терминов, поэтому я старалась успеть запомнить как можно больше. Но вот к части speaking, к сожалению, я плохо подготовилась, всё-таки нужно было посмотреть, не знаю, видео на YouTube, как сдают speaking другие студенты. И я набрала, по-моему, 103 или 104 балла из 120. Но потом я, к сожалению, не выбрала, куда поступать, и результаты моего теста через два года сгорели. Если вы хотите учиться на русском языке, если вы хотите поступить в российский вуз или в другой университет, в котором нужно знать русский, вам потребуется сдать тесты TRKI. Если вы хотите проверить себя, вы можете найти в интернете бесплатные типовые тесты. Я вам могу оставить ссылки на сайты. Если вы хотите учиться на бакалавриате, вам нужно сдать тест TRKI-1 на магистратуре TRKI-2. Сейчас у меня есть Oxford English Grammar Course Advanced Level и English Vocabulary in Use. Но, как вы видите, выглядят они довольно новыми, потому что я практически по ним не занимаюсь, только чуть-чуть начинала, вспоминала грамматику. К сожалению, разговорной практики у меня крайне мало. И я даже думала завести канал на английском, чтобы раз в неделю устраивать прямые эфиры, приглашать гостей. Также, может быть, записывать какие-то влоги из России на английском. Кстати, если бы вам было интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях, смотрели бы вы мои видео на английском или нет. Конечно, это будет другой канал. Также я смотрю все фильмы, все сериалы на английском. В шоу, например, Hot Ones. Мне очень нравится там, где интервьюер и гости едят острые крылышки и общаются. Мне очень нравится стендап на английском. Я смотрела разные Netflix specials. Недавно я подсела на True Crime, на каналы о преступлениях, смотрела 48 Hours, Criminal Psychology. Мне очень нравится то, каким образом полицейские выходят на след преступника. Мне очень нравится психология. В общем, какие основные советы я могу дать, исходя из своего опыта. Если вы хотите научиться говорить на изучаемом языке, говорите на нём. Не ждите момента, когда вы накопите нужное количество слов. Не пытайтесь выучить все правила грамматики, прежде чем начнёте говорить. Как только вы узнали какую-то фразу, попытайтесь добавить её в свою речь. Как только вы прочитали текст, перескажите его. Послушали аудио, поставьте на паузу, повторите фразу, которую вы услышали. Попробуйте рассказать другу о том, что вы посмотрели. То есть, как можно больше говорите. И также обязательно ищите друзей, учитесь писать сообщения, смотрите каналы, слушайте подкасты на русском. Выбирайте тот контент, который интересен вам. Попробуйте поставить себе цель достаточно достижимую и действуйте, идите к ней. И когда вы знаете, что русский язык вам нужен для того, чтобы люди в Москве или в Алматы понимали вас, тогда у вас будет больше мотивации. Кстати, я бы хотела, чтобы вы также поделились своим опытом, какие языки вы изучаете, что помогает вам, какие сайты, приложения вы рекомендуете для тех, кто изучает русский язык. Большое спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Транскрипции на Патреоне. Моя жизнь в Телеграме по ссылке. Обязательно подписывайтесь, и мы остаемся с вами на связи. Всем успехов, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok